Если первый этап королевских гонок завязал интригу сезона, то гран-при Азербайджана смастерил настоящий морской узел. Еще на тренировках Макс Ферстаппин разбил машину, а квалификацию из-за аварии останавливали аж 4 раза. Дальше больше. На 31-м круге гонки Лэнс Строу после прокола заднего колеса разбил машину на главной прямой. На 47-м круге Макс Ферстаппин тоже уничтожил свой болид. Это случилось чуть дальше, чем место аварии Строла. Гонку остановили, притом пауза затянулась. Рестарт объявили только через 40 минут. Впереди гонщиков поджидал короткий спринт из двух кругов, который, однако, оказался без преувеличения сенсационным. Так, на рестарте Льюис Хэмилтон атаковал Серхио Переса, но задел регулятор баланса тормозов, и в повороте машина британца не успела замедлиться. Льюис пролетел сквозь карман безопасности, вернувшись на трассу только 16-м. В итоге именно Перес выиграл гран-при Азербайджана. Себастьян Фетель финишировал вторым, а на третью ступеньку подиума поднялся Пьер Гасли. Баку вновь показал свою непредсказуемость. В пяти гонках на этой трассе было пять разных победителей. Гонщики Хаас доехали друг за дружкой. Шумахер 13-м, Мазепин 14-м. Притом Миг стал героем опасного инцидента. На пидстопе механики забыли закрепить переднее левое колесо. Благо ошибка всплыла, едва Шумахер только начал движение. Дальше для первой формулы начинается европейское турне. Старый свет, наконец, ослабил антиковидные ограничения, так что через пару недель борьба продолжится на французском автодроме Полерикар. Этот этап откроет серию из трех гонок подряд. В Формуле 2 успехи россиян более очевидны. Роберт Шварцман во время первой гонки проявил себя дважды. Сперва на старте, а затем на рестарте. И в итоге пилоту программы СМП Рейсинг удалось удержать лидирующую позицию до самого финиша. Воскресную гонку россиянин завершил на третьем месте. Спасибо, надо сказать, соперникам. На первом круге Даниэль Тиктум, Тео Пуршер и Маркус Армстронг затеяли такую заварушку, что новозеланец и француз сошли, а британец потерял немало времени. В общем зачете Роберт разом отыграл два места, благодаря чему попал на третью строчку турнирной таблицы. От австралийца Оскара Пиастри Шварцман теперь отстает на 7 баллов, а от сохранившего лидерство Гуанью Джоу на 12. Редактор субтитров А.Семкин